Всем хвостульки-приветульки! Меня зовут Алена и вы на канале Хвост Ньюз. В дикой природе кошки охотятся на птиц. Кошки готовы подолгу караулить и выслеживать потенциальную добычу. Человек приручил как кошек, так и попугаев. И те, и другие прекрасно себя чувствуют дома у любящего, заботливого хозяина. Вопрос в том, как научить их ладить друг с другом. Сегодня я вам дам советы, как подружить кота и попугая. Если хозяин задумал завести пернатого и усатого друзей, следует заранее обдумать возможные трудности. Необходимо обеспечить комфортную и безопасную жизнь питомцев на полтора десятилетия минимум. Есть несколько факторов, которые влияют на отношения между пернатыми и пушистыми питомцами. Например, когда, в какой очередности они появились в доме, сколько питомцам лет, какой у них характер, каковы габариты питомцев. Крошечный котенок может испугаться большого ученого попугая с когтистыми лапами и массивным клювом. А маленький волнистый попугайчик способен разнервничаться уже от одного взгляда взрослого кота-разбойника. Хороший вариант одновременно завести и юного попугая, и котенка. Кошка и попугай в доме будут годами видеть друг друга. Сформируется привычка. Любопытный попугай не будет досаждать коту, а кот не станет рассматривать птицу в клетке как лакомый кусочек. Многое о будущих отношениях ваших питомцев скажет их первая встреча. Поднесите котенка на руках к клетке, в которой сидит попугай. Придерживайте лапки котенка и дайте новым знакомым пару минут присмотреться к друг другу, принюхаться. Если пушистый проказник не попытался перейти в наступление, а попугай отреагировал навстречу без испуга, то знакомство можно считать успешным. Психология кошки такова, что она будет считать ниже рангом всякого, кто появился в доме позже нее. В таком случае лучше выбирать не миниатюрных неразлучников или волнистиков, а попугаев более крупных пород. Это может быть кокоду или жако. Такой попугай внушит кошке уважение, и она не будет воспринимать вашего нового пернатого друга как мишень. И помните, кошки – истинные хищники. Более благоприятной будет ситуация, когда попугай появится в доме первым. Уже ставший любимцем семьи, попугай отнесется к котенку с интересом и любопытством. А котенок будет привыкать к тому, что взрослая умная птица появилась на этой территории раньше него. Хозяин в доме прежде всего вы. Помните о мерах предосторожности. Не оставляйте питомцев наедине. Если попугай укусила кошка, обработайте рану и немедленно вызывайте ветеринарного врача. Даже если кот из озорства нечаянно поцарапает крыло пернатого, это может грозить заражением. Здесь нужна помощь специалиста. Убедитесь в том, что у вас в доме есть правильная скомплектованная ветеринарная аптечка. Никогда не оставляйте попугая и кота в одной комнате без присмотра. Мы хотим верить в добрый нрав наших любимцев, но не стоит исключать, что кот все-таки не охотится на птичку только лишь потому, что вы командуете ему нельзя. Нет гарантии, что он не ударит кота когтистой лапой по голове или не клюнет в глаз. В вопросе безопасности лучше, конечно, перестраховаться. Чтобы избежать неприятностей, стоит разграничить жилое пространство для вашего пернатого и усатого друзей. Повесьте клетку с попугаем под потолок на надежные крюки, чтобы любознательный кот не мог уронить ее. Выпускайте попугая полетать и погулять лишь тогда, когда кота нету в комнате или под вашим чутким присмотром. А дверь в комнату попугая должна надежно закрываться. Коты умеют подпрыгивать и нажимать на дверные ручки, зато круглые ручки, которые нужно поворачивать коту, не по лапам. Не позволяйте ревности встать на пути дружбы вашего кота и попугая. Уделяйте внимание обоим любимцам. Обращайте внимание на активность, поведение, общение, аппетит кошки и попугая. Если кто-то из них стал плохо питаться, приуныл, важно это вовремя заметить. Не спешите сдаваться и искать новых хозяев для одного из питомцев. Обратитесь к зоопсихологу. Специалист проанализирует ситуацию и наверняка сможет помочь. Прежде чем заводить дуэт кошки и собаки, взвесьте все за и против. Будет здорово, если кошка и попугай в доме станут закадычными друзьями. А я желаю, чтобы ваши подопечные жили дружно и радовали вас. А с вами была Алена на канале Хвост Низ. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!